Доброго времени, друзья! С вами по-прежнему Арталаски и добро пожаловать в вторую часть по созданию персонажей для RPG игры. В этой части мы создадим уже персонажа в четырёх различных направлениях, используя контур из предыдущего видео. Ну а также парочку маленьких полезных фишек. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok И в этой части мы уже начнём их раскрашивать. То есть мы создадим полностью готовую базу персонажа в трёх, ну по сути, в четырёх проекциях, которая уже будет готова к тому, чтобы нацепить на неё различную одежду, доспехи, дать им в руки оружие и отправить в нашу игру. Я уже сделал вот такой вот контур персонажа. По сути, это вариация вот этого вот спрайта, который мы рисовали ещё в том видео. И здесь его различные варианты, которые, по сути, отличаются несколькими пикселями в длину, в ширину, в высоту. То есть, в принципе, изменения здесь минимальные. В итоге был отобран вот этот спрайт, немножечко прям изменён. Добавили глаза. В случае, если вы не хотите добавлять обводку на свой персонажа, можно сразу сделать из него силуэт. То есть взять просто чёрный цвет, вот так его закрасить, взять цвет кожи и закрасить его уже цветом кожи. Но, если вы ещё не научились подбирать цвета, что, в общем-то, прискорбно, то маленький такой секундный гайд. То есть в этой области, между рыжим и красным, мы выбираем достаточно светлый цвет ближе к белому, то есть где-нибудь вот в этой области. Допустим, вот такой. Потом опускаем ползунок ближе к красному, опускаем яркость и немножко добавляем насыщенности, совсем чуть-чуть. И получаем более тёмный цвет. Смотрим, как у нас это будет выглядеть. Выглядит отлично. В случае же с обводкой, желательно тоже подобрать какой-нибудь цвет, но пусть это будет практически чёрный. То есть мы опускаем его вниз, но не прямо до черноты, а вот когда уже начинается терять цвет. И вводим насыщенность. И получаем вот такой вот тёмно-коричневый цвет. А теперь, чтобы по пикселям вот так вот не раскрашивать наш контур, мы выбираем инструмент выделения, горячая клавиша M. Вот так вот выделяем нашего персонажа. Выбираем заливку, горячая клавиша G. И здесь смотрим, чтобы толерантность была 1, сглаживание отключено, и вот эта вот галочка тоже была отключена. Теперь нажимаем на чёрный цвет, и у нас закрашиваются все чёрные пиксели в этой области. Снова нажимаем эту галочку, сбрасываем цвет до чёрно-белого горячей клавиши D, и закрашиваем обратно глаза. Всё. Теперь давайте добавим света на нашего персонажа. И должен сказать, что проще добавлять именно световые пятна, чем рисовать тень. Ну, опять же, кому как. В принципе, давайте на силуэте мы нарисуем именно световые пятна, а на светлом силуэте мы как раз вот разберём тень. А, собственно, тень проще рисовать, когда её меньше. То есть, если у нас большую часть головы, допустим, будет занимать именно световая часть, то нам проще будет где-нибудь так в стороночке подрисовать немножко пикселей, чтобы это была как бы тень, и всё будет легко. Но в случае, когда у нас большую часть головы будет занимать тень, то есть буквально на весь лоб даже, можно сказать, то это уже может для некоторых показаться чуть более сложным, но, тем не менее, это не так-то уж и сложно. Вот так мы уже добавили сюда тень. Освещение на спрайте может быть совершенно разным, это уже зависит от стиля игры. Но, сами понимаете, разбирать все эти тонкости в небольшом видео это не получится. Да, впрочем-то и незачем. Вам достаточно попробовать по разным туториалам, включая этот, подобрать для себя наиболее оптимальный вариант и сделать уже строго так, как нравится вам. Немножко здесь сгладим края этим же цветом. И теперь нам нужно добавить также тень на, собственно, тело. Только прежде, мне кажется, можно ещё добавить вот так вот сюда свет. Может, в принципе, и этого одного бы хватило, но, мне кажется, так поприкольней. Опять же, всё зависит от стиля игры. Можем даже сразу белым цветом потрясовать здесь такие вот глазки. Сделать их чуть более злыми. Убавим здесь немного прозрачности, примерно наполовину. Вот так. И, по сути, голова у нас практически готова. Может, даже здесь и нос получится нарисовать. Но, опять же, слишком много деталей здесь добавлять не надо, потому что это будет не очень хорошо смотреться. Как бы, если чувствуете, что так стало прикольней, то, как бы, без проблем оставляете. Но не перегибайте. Вот, в принципе, так вполне нормально, поэтому оставим. Немножко сгладили вот эти вот яркие пятна, так сказать. То есть, мы просто взяли основной цвет и его непрозрачность убавили до 50%. Ну, основной цвет я имел в виду цвет тени, чтобы вы не путались. Вот, ну, слишком вот так вот тоже все замазывать не надо. Это не очень хорошая практика. Будет слишком все замылено и некрасиво. Вот, то есть, в принципе, издалека, вот, давайте, 100% примерно. Может, в принципе, и нормально, но более близкие такие варианты уже как-то... Ну, лично мне не нравится. Вы, как бы, уже смотрите сами. Может, вам так будет нравиться больше. А теперь, что касается покраски тела. Здесь тоже есть несколько вариантов. Мы сейчас несколько попробуем. То есть, первый вариант у нас закрасить, в принципе, вообще всю нижнюю часть. И немного верхней. То есть, здесь по пояс мы вообще полностью все закрашиваем. Это один из вариантов. А вот здесь уже можно и сгладить. А чтобы постоянно этот цвет не тыркать, а просто его тоже себе добавьте в палитру. И немножко сглаживаем. Вот это, в принципе, самый простой такой вариант получается. Если мы еще добавим сюда, то уже будет довольно размыленные и многовато деталей, поэтому, в принципе, переборщивать не стоит. Для совсем темных участков можно добавить еще более темный цвет. Но, опять же, главное не перегибать. То есть, вот сейчас мы, в принципе, уже начинаем перегибать. У персонажа становится слишком много деталей. Давайте вот так вот попробуем. Нет, не то. И достаточно замылен, но он выглядит при этом. Тем не менее, это можно попытаться исправить. Давайте его продублируем. И через горячую клавишу Ctrl-L, вызов уровня, и немного поигравшись с ними, мы можем не очень значительно, но достаточно красиво все изменить. Допустим, сделаем ему цвет кожи вот так вот более светлым. И через горячую клавишу Ctrl-B, то есть цветовой баланс, переходим сюда во вкладку тени и уводим ее, например, в синий цвет. Тут уже, в принципе, тоже поиграетесь, посмотрите, какой вариант вам больше понравится и больше подойдет. То есть был у нас такой персонаж, и после незначительных таких манипуляций уже немного он изменился. Мне, в принципе, такой вариант нравится немного больше, поэтому я также с него сниму палитру. А можно было просто вместе с палитрой цветовые изменения делать, чтобы она у нас тоже сразу изменялась. Но далеко не сразу об этом вспоминаешь. Поэтому приходится вот так. И теперь у нас есть еще один вариант освещения, когда мы, наоборот, здесь все сейчас вот так вот закрасим и более светлым цветом отметим, что у нас примерно вот эта вот часть должна быть освещена и немного освещены ноги. Ну и, соответственно, руки тоже. Это более частый такой вариант, встречающийся. Давайте, кстати, применим приемы с начала видео, а мы перекрасим этого персонажа вот в эту новую палитру. Отключаем галочку. Вот так. И теперь все это дело нам нужно просто, так сказать, выровнять, загладить, чтобы все было красиво, все было аккуратно. И что все ? Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот мини-качок у нас получился Но под этот вариант освещения Также было бы неплохо еще и Изменить немного ему голову Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот вариант немножечко посложнее И деталей в нем тоже, соответственно, побольше Но выглядит он так поинтереснее, конечно Можем ему еще цвет бровей тоже немного здесь поправить Чтобы глаза немножко все-таки тоже выделялись Я его продублирую на новый слой Вот так вот Так, и просто нарисуем ему Либо новый рот Либо его, в принципе, вообще уберем То есть будет у нас просто вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Окей Теперь что касается другой проекции персонажа Мы можем взять дубликат нашего слоя И просто его вот так вот перекрасить То есть чтобы нам меньше выполнять работы Хотя, если у вас тут уже было много деталей То, по сути, вы, наверное, даже будете делать больше работы Ну и здесь получается такой вот перекрас Это у него уже будет немного по-другому выглядеть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну и теперь что касается проекции сбоку Мы также дублируем нашего персонажа Где у нас поменьше будет деталей И нам уже сразу нужно Немного менять здесь форму головы То есть сразу мы его давайте вот так вот закрасим Слушай, нам здесь нужен вид в профиль Ну вот такой вот скошен лоб Это, кстати, частая ошибка Которую допускать не надо Нам, наоборот, здесь нужно Показать вот эту вот выпуклость Здесь, как правило, уже будет начинаться волосы Либо там какие-то головные уборы Но нам все равно нужно сейчас создать Такую базу На которую уже все это дело будет одеваться Хотя бы вот так вот Но если чувствуете, что разрешения не хватает То, в принципе, можно даже и поменьше попробовать сделать Я думаю, сильно от этого не изменится разница Теперь, что касается тела Здесь уже немного попроще будет Мы оставляем здесь одну ногу Можем даже ее немного здесь сделать больше Ляжка в профиль толще И вот так вот мы дугу как бы стираем Мы эту ногу сейчас переместим чуть ближе к центру тела Руку, в принципе, вообще отсюда сейчас убираем То есть, по сути, у нас даже само тело будет примерно вот так вот идти Но за счет того, что здесь будет рука Которая будет все-таки немного более выпрямлена сейчас Давайте ее поставим обратно Куда-нибудь вот сюда И нам теперь только нужно подрисовать само тело Ну, как видите, это слишком тонковато для него Поэтому нам нужно чуть больше мяса Лишнее стираем Вот, но сейчас персонаж выглядит так Как будто его голова перевесит И он полетит вперед Мы, в принципе, сейчас еще немного Переместим тело И так уже будет более правильно смотреться Теперь нужно наше тело этому персонажу Все-таки сделать немного более правильно А вы можете оставить ему вот такие стилизованные чебеноги Можете попробовать наоборот подрисовать ему так ступни Но, как видите, в нашем размере это так себе выглядит Но, если хотите еще больше детализации Можно попробовать добавить сюда вторую ногу Но, опять же, кажется, это будет не лучший вариант Да, в принципе, не так уж и плохо Так, что ж, ему осталось нарисовать только глаза Которые, в принципе, здесь практически не отличаются Просто здесь будет виден только один глаз Что касается ушей То здесь их сделать тоже, в принципе, довольно просто Можно скопировать уже готовое С прошлого варианта персонажа И совсем чуть-чуть его видоизменить Конечно, если есть желание А по-хорошему оно уже должно быть Нужно также разукрасить и затенить правильно эту голову КОНЕЦ Отлично В принципе, у нас теперь есть все необходимые нам проекции В четырех сторонах Давайте это также вынесем на новый слой В принципе, для другой стороны нам просто достаточно отразить наш спрайт И, по сути, будет то же самое Ну, в принципе, так обычно и делают Разве что немножко ему поправим голову Раньше это в глаза не бросалось А вот сейчас почему-то бросилось Вот, теперь она более сглаженная Спрячем его на предыдущий слой И заново его сюда прибавим Можно попробовать еще как-то изменить То есть сделать не такие четкие черты лица Можно наоборот их как-то попытаться уточнить Ну, то есть здесь уже чисто ваша фантазия Потому что вот как раз так вот и оставлю этот спрайт То есть будет такой затененный затылок И, в принципе, почему бы и нет Ну и на этом все, друзья В следующей части видео мы будем анимировать нашего персонажа В четырех различных направлениях И чтобы это видео не пропустить Обязательно подписывайтесь на мой канал Нажимайте там вот этот маленький колокольчик Ставьте лайк, если это видео вам понравилось И до скорой встречи С вами был Арталаски Пока Субтитры сделал DimaTorzok